Легендарный Саша Буха. Я все четыре года всегда с Тихоновичем имею общее общение и как бы уже на слуху у всех, ну как бы с кем не общаешься везде, Саша Буха, Саша Буха. Ну и кем я там представлен? Ну как, ну такой проклятый человек под символами СД, Саша Буха, СД, Сатана, Дьявол. Ну конечно, если буква Д, сразу Дьявол. Не просто Д, а С еще. И сейчас идут на него, если нападки какие-то, как бы совпадения, если имя у человека С или фамилия Д, ассоциация, вот он говорит, вот на меня идут нападки только с инициалами Эд, да и он всегда Сашу Буху вспоминает. Ну это не от большого ума, я думаю, вы согласитесь. Придят к именам, которые нам дали родители и фамилии, которые мы не выбираем. Родину не выбирают. Полное имя мое Александр, так что ошибка. Знаете, об Игнате Тихоновиче нужно говорить либо хорошо, либо ничего. Тогда еще он тебя оставит в покое. Если ты будешь его критиковать, то исход понятен. Помните слова Иисуса, когда он сказал о лжепророках-то? А в его времена точно такие же были. Только хорошо о них нужно говорить. Только хорошо. Вот это трагическая личность, трагическая личность. Я как бы был его учеником, можно сказать, лучшим даже учеником когда-то. Мне сейчас 46 лет. 46. Вам сколько? Мне 45. Есть? Ну вот мы одногодки. Я 70-го, 81-го, наверное. Я 72-го, мне через два месяца. Понятно. Да, я 70-го. Вот. Я его хорошо знаю, как бы и был и в общении, и вне. У меня как бы два опыта. Когда люди вне общины находятся, они ничего не понимают. У них взгляд со стороны. Вот Максим, кстати, хорошую статью на нем написал. Сначала-то как бы все обращаются им, потом в другую крайность впадают. Все плохо. Но так не бывает с человеком, чтобы все плохо. Вот. А у меня есть опыт как нахождения внутри общины, так и вне. Причем я не вывалился, не знаю, в мир не ушел, да, в язычество какое-то. Я христианин, но не православный. Я вышел из православия. Вот. Открыто об этом говорю всем. Всем свидетельствую о простом способе освободиться от греха. Верю в Иисуса Христа. То, что помогло мне. Вот. то лекарство, которое помогло лично мне. Мне интересно вообще самый феномен. Практически. Таких людей-то в жизни мало кто. И нету, наверное, больше. Как вообще. Ну. А почему? Противоречие. Само противоречие. Как все. Почему он такой получил феномен? Он не похож на классического православного. Видите, да? Православие не классическое. Совершенно не классическое. А дело вот в чем. У него есть ролик выставленный, где он приехал в Венспилс, в Прибалтийское государство, и рассказывает, где он обратился, где первый раз он услышал Евангелие на русском языке Ахристии. Видели этот ролик? Он сам монтировал. Сегодня суббота. 28 июня 2014 года. Вот мы находимся в Латвии Венспилс. Сюда я стремился 52 года. Как я? Как я вобр... Видно, что это не наигранное, это искренное. То есть надо понять, что он воспитывался в обычной старобрядческой семье, да? Ну, в советское время. Что там? Ну, что мама могла научить? Пресвятая Богородица, спаси нас. Никола Чудотворец, моли Бога о нас. Все. Он никакого Евангелия не знал. Никакого Писания он не знал. Ничего он не знал. Обычный парень молодой, да? Сколько ему там? Год 24 было, да? А видите, у него какой характер такой общительный и ум пытливый. Пытливый ум. В этом Венсплесе, он же там на моряка учился вроде. И он как-то случайно попал к людям, которых он сейчас клеймить всякой, называет сектантами. Типа меня вот таких вот. И ему они первый раз в жизни рассказали о Христе на русском языке. Понятно, доступно. Евангелие проповедовали. Там он получил первый раз Библию. Там получил, случилось его обращение. Настоящее обращение от греха к праведности. Вот. Из неверующего состояния. Вот он стал христианином. Вот. Но ненадолго. Ненадолго. Как мы увидели, ну как впоследствии случилось-то. Помните притча Христа, когда Иисус говорит о четырех видах ситуациях, да? Когда семена попадают в разную почву. Там вот одно семя попало, птица сразу склевала, улетела. Да, вот. Людям иногда говоришь о Христе, а они не слышат даже. Даже как об стену горох. Второй род семян упало и быстро взошло. Быстро взошло семечко. Но ненадолго. Не успело укорениться. Солнце поднялось, оно засохло. Вот это Игнатий Тихонович Лапкин. Он пробыл в этом состоянии совсем недолго. Ему дали Библию. Он уверовал в Иисуса. Он стал проповедовать уже. Ну что он мог проповедовать? Ну, явно, что никакой православец не проповедовал. Он проповедовал то, что сам пережил. Спасение по вере. Освобождение от греха. О Христе. А потом человек, который над ним трудился, да, решил ему, ну, увидел на нем, как сказать, перспективу. Молодой парень, хорошо говорит, память великолепная. Увидел перспективу, ну, и стал его кормить уже пищей потверже. Уже, как бы, подумал, что молоко уже хватит, пора уже это, с супом кормить ребенка. Как вот дети рождаются, их же не сразу там твердой пищей кормят. Молочку, ну, зубов, потому что нет. Чем перемалывают? И он дал ему твердую пищу. Он дал ему журнал «Ревнитель». Это был православный журнал, который издавался еще до революции. Предысторию необходимо понять вот этого журнала. Вы в курсе, что в конце девятнадцатого века в России произошла вот то, что, скажем так, реформация, русская реформация. То, что в Европе давно уже, там, несколько веков длилось. А в России вот Евангелие пришло в конце девятнадцатого века. Был такой Василий Пашков. Они стали распространять. Он был обычный дворянин. А что такое дворянин? Дворянин русский. Это карты, охота, женщины, блуд, богатство, прожигание жизни, пьянки. И, там, особенности национальной охоты. Вот фильм смотришь сначала. Вот оно, описание вот этой вот частички этой жизни. И он уверовал в Иисуса, перестал блудить, перестал играть в карты. И, а так как человек был богатый, образованный, я и стали свидетельствовать людям, ну, своего круга о Христе. У Лескова есть и рассказ такой, великосельский раскол называется. Это во времена до Старевского все было. И высшее общество стало каяться. Графини, князья, которые блудили, допили, больше ничем не занимались. Да наживались на этих крестьянах несчастных, прожигали жизнь. Они стали меняться. И они, где собираться-то, они стали по домам собираться. А у Пашкова дом, там, на французской набережной, в четыре этажа дом. И вот это движение в Петербурге начало распространяться по всей России. Они стали издавать на русском языке Евангелие. Ничего же не было в России подобного. Бесплатно стали раздавать Евангелие. Вот книга Джона Буньян «Путешествие пилигрима». Это вот они. Это Юлия Заседская перевела, по-моему, с английского. Юлия Заседская – это дочка Дениса Давыдова. Был такой герой войны 12-го года, Денис Давыдов. Вот это его дочка, Юлия Заседская. С ней часто беседовал Достоевский. А она вышла из православия. Достоевский часто с ней беседовал, приходил к ней домой в гости. И в спорах всегда она побеждала, потому что она лучше знала писание. Достоевский ее уважал и все пытался таких людей в православие перетянуть. Ну, типа, чем сейчас Лапкин занимается. И вот это движение стало распространяться сначала в Петербурге. Это вызвало шок, недоумение. Люди думали, это так, привет какая-то. Оно не заканчивается. Летом они поехали в деревню свои крепостным, стали раздавать Евангелие. Стали строить столовые бесплатные для студентов. Студент приходил, ему давали Евангелие. У кого какая беда, все шли к Пашкову. Вот. А тогда боялись революции. Уже боялись революции. Вот была Россия со своим православием консервативным. И был Запад, который как бы воевал всю жизнь с Россией. Ну да, государства воевают друг с другом. И вот это вот стали воспринимать, как будто это иноземные засланцы. В Запад даже пришло. Хотя тоже православие, оно пришло к нам откуда? С Византией, это Греция, это Запад. Россия языческим государством была. И появился такой оберпрокурор победоносцев, который стал это движение душить. Душить. Вот тот синодальный перевод, который мы имеем сейчас, вот Библия, которой мы сейчас все пользуемся, он появился только благодаря тому, что они увидели, что эти люди стали распространять Евангелие на русском языке раньше них. А тут славянский язык кругом. Люди темные, неграмотные, ничего не понимают. Бу-бу-бу, это славянское то, что сейчас в храмах творится. И они были вынуждены, вынуждены издать Библию на русском языке. Только по причине того, что испугали, что все уйдут из православия. И вот этот победоносцев сказал так, надо реагировать на эту угрозу сектантскую. И стал пинать, так сказать, прикандалом волшебного, создавать срочно миссионерские съезды, создавать миссионерские бригады, и издавать вот эти антисектантскую литературу. И вот одним из этих журналов был вот этот ревнитель, который был направлен на защиту православия и на обличение сектантств, которые вот они появились. А в чем беда их была? Только в том, что они собирались по домам, бросали грех. Ну да, они не ходили в храмы, не кланились иконам, не целовали руку священникам. Весь грех в этом состоял. Люди бросали пить, бросали плудить. Пашков лично знал императора Александра Третьего. Он, кстати, император Александр Третий даже приходил на собрания на эти. Вот у нас в России об этом почти никто ничего не знает. Это удивительное время было. Революция как раз пришла, я считаю, потому что люди задавили евангельское движение. Ну и получайте Ленина вместо Пашкова, получайте пули свинцовые вместо Евангелия. Не захотели меняться? Поменяйтесь насильно. Троцкий придет. Это не Юлия Засецкая, это не Пашков, это не рябошапка с проповедью. Троцкий будет с револьвером стоять. И разговаривать долго не будет. Стенки всех поставят. А эти люди, ну чем они грешили-то? Ну тогда считалось, что это угроза. Тогда считалось, что это западная угроза, западная пропаганда. И вот это движение стали топить. Победоносцев под его нажимом, а он был преподавателем права. Я юрист по образованию. Я изучал труды победоносцев даже. Он преподавал права. Он учил будущих государей. При его содействии в России было введено 4 уголовных статьи за совращение православного. Вот, допустим, я сейчас беседую с вами, да, и вы выходите из православия спустя 5-10. Все, мне статья, меня могут упечь в тюрьму. За то, что я... Это вот так было до революционной России. Вот так вот было. Победоносцев этому посодействовал. Ну кроме палки, нужно было еще пряник такой использовать, да. И вот он миссионеров стал, так сказать, призывать к активной деятельности, чтобы люди шли в народ и объясняли, что православие, оно не такое уж и плохое, но с Библией в руках. Потому что сектантов, которых вот они называли, да, сектанты, пашковцы, те шли с Библией в руках. А попы православные абсолютно этим не занимались никогда. И они стали издавать журналы. Вот один из этих журналов журнал «Ревнитель». И там часто как бы показывают, как нужно беседовать с сектантами. И вот с одной стороны колонка. Вот сектант говорит, да, какой-нибудь, а тут отвечает православный. Сектант, естественно, выставлен таким дураком, а православный таким умным представлен. Вот сектант там говорит с помощью писания, да, и ложно приводит строчки. А православный правильно отвечает, тоже используя писание. И вот молодому Игнатию Тихоновичу Лапкину, вот этот его наставник. Я не помню, как его называть. Почему? Я ему задавал вопрос. Я говорю, у вас были наставники, а может не было никаких наставников? Да, конечно. Да, конечно. Его наставник вот этот, через которого он обратился, который ему засветился о Христе. И он покаялся там. Он ему дал журнал «Ревнитель». Как вы думаете, вот для чего он ему дал журнал «Ревнитель»? Что он ему дал твердую пищу. Хорош пить молочко, а давай-ка уже супчик кушать, ребеночек. Тебе два месяца или сколько? Он говорит, что он относительно таким наставником, то есть он как бы через него получил Евангелие, а наставление никаких наставлений он получил от Дух Святого. То есть он так себя... Всегда бывает... Подождите, ну так всегда бывает. Человеческая опека и плюс личная связь с Богом. А что в этом такого-то? Все так делают. Все учителя... Учитель полностью не должен с собой заслонять Христа. Естественно, должна быть твоя помощь, как бы некая такая наставническая функция, но и должна быть личная связь со Христом. Вот он-то говорит, что по сути наставнической не было, а было вот только мимолетное касание. Но ты человек, понимаете? Вот первый раз ему дали Библию. Да ты привяжешься к этому человеку. Что он за расплакался-то? Вот я таких слез его не видел нигде, ни в одном храме он так не плачет. Вы видели, что он плачет и ревет просто как ребенок? Почему? Потому что он пришел туда к люльке своей, все дело в первое истоке. Вот не зря в Библии так много уделяется вниманию, вот книга Батии, Авраам. Долго рассказывается про Авраама, потом долго рассказывается про Исаака, потом долго рассказывается про Якова. Вот так сказать, зачем? Как, зачем? Это основа государства. Потом на этом фундаменте будет весь Израиль строиться. Вот эти все истории, они имеют колоссальное значение. И вот чтобы понять вот этого человека, Игнат Тихнич, надо разобраться вот в самом истоке, кем он был до вот этой встречи с этими людьми, которых он сейчас сегтантами называет. Ну такие, как я. И как случилась вот эта метаморфоза? Вот я вам поясняю. Я-то прошел это, я только вышел из православия туда, а он обратно перешел. И вот он ему дал журнал «Ревнитель». Для чего? Для того, чтобы он подрос и мог потом беседовать с православными. Ну это естественно. Видели, как там лиса или волки там подкусят какого-нибудь зайца и приносят домой этим своим лисенятам-то или волчатам. И для чего? Чтобы учиться, охотиться. И этот заяц там подкусан, он его подкусил, лиса подкусит его и лежит, смотрит. Он знает, что далеко не убежит. А эти лисенята бегают за ним. Для них-то это игра. С одной стороны игра, с другой стороны обучение идет. Потом они будут ловить этих настоящих зайцев, только не подкусанных, не раненых. Сначала надо натренироваться. Точно так же и с писанием. Точно такие же наставнические функции есть. Иначе не было бы никаких учителей. И вот этому молодому парню, 24-летнему Игнату Тихончу Лапкину, его наставник дает журнал. Дает журнал «Ревнитель», где описана беседа. Беседа православного с сектантом, вот с таким, как он. Он ему дал журнал для чего? Чтобы тот посмотрел, как православные, на какие стихи ссылаются, как они разговаривают. Там же Баптист представлен дураком полным. И он ему дал с целью того, чтобы тот выяснил, как православные атакуют. И научился противостоять. Вот смотри, Игнатий Тихонович, смотри, Игнатий молодой. Вот видишь, как они говорят? Видишь, на какое место ссылаются? А мы должны отвечать вот так, вот так. Видишь, какое они местописание приводят? А мы должны отвечать так. Он ему дал в надежде, что тот-то повзрослеет, подрастет. А этот молодой Игнатий Тихонович, прочитав этот журнал «Ревнитель», пришел и поясняет им, говорит, вы вне церкви, вы сектанты, я пошел к православию. Вот представьте, сидят солдаты в окопе. А с другой стороны, противная сторона разбрасывает листовки. И вот листовки разбросали, и там написано, бросайте служить этому Сталину, этим жидам, этим красноперым, переходите на нашу сторону, вас ждет баня, еда и женщины. Чего вы там мерзете в этом окопе? Вот у нас теплые одежда, вещи, мы с вами будем хорошо обращаться. И вот политрух собрал эти листочки, собрал молодых солдат и говорит, вот смотрите, дорогие друзья, это информационное оружие. Вот пули, в которые у вас летят, это оружие такое, убивает тело. А это информационное оружие. Не вздумайте верить этим листовкам. Как только вы перейдете, вас сразу в концлагерь посадят. Провел, все посмеялись, он говорит, ну все, дело сделано. А один солдат взял, листочек поднял и перешел на ту сторону. Один-то поверил. Вот этот солдат, Игнать Тихонович Лапкин. Он перешел на ту сторону, его там естественно приняли, как полагается. Поэтому, поэтому, у него такое двойное, как бы сказать, двойное отношение к православию. Он держится за причастие, он держится за это священство, вот эта тема рукоположения. А это миф на самом деле. Ничего не дает это рукоположение. Абсолютно. Наоборот, способствует только отрицательному отбору. Лучшие не попадают. Ну это как бы... Причем, если застолье церкви, мы знаем, что без епископства нет церкви. Без настоящего епископа. А есть ложные... Евангелия, да. А как мы обретаем церковь настоящего епископа? Это как бы, Сергей, большая отдельная тема. Если хотите, я вам как бы ее могу рассказать. Кстати, у меня есть... Я пишу статьи уже несколько лет. Я вам потом ссылку дам. Там эта тема освящена мною. И о причастии, и о рукоположении. Я, прежде чем выйти из православия, я же не просто так вышел на эмоции. Я хотел разобраться в этом вопросе. Вот эта теория о непрерывном рукоположении, это миф. Она не соответствует Евангелию. Достаточно книгу бытия прочитать. Вот одной книги бытия достаточно. Глядя на ситуацию с Савелем и Каином, с Исааком и Сесавом, с Исааком и Измаилом, чтобы понять, что эта теория несостоятельна вообще. Вот я вам продолжаю проигнать Иха Чалапкина. И вот он перешел в православие. Но! У него вот это родимое пятно, вот это вот осталось. Любовь к Библии на русском языке. Отрицательное отношение к войне. А где он это взял-то? Это не в православии. В православии Библия вообще там не нужна никому. Подозрительное отношение к монашеству. Не особенно он его любит. Где бы он это взял-то? Это его родимые пятна. Вот этот запах вот этого Евангелия настоящего и у него немножко остался. Вот. Но он в своей жизни решил соединить, как бы, решил соединить в себе Измаила и Исаака. Или, допустим, Якова и Исаава. А Павел, апостол их разводит. Они не могут примириться. Два народа враждующих в утробе твоей. Помните, Бог Саре сказал. О, не Саре, а Ревеке, извиняюсь. А Игнать Тихонович пытается совместить. Вот его все попытки оживить православие. Вот его вся дальнейшая судьба. Он за русский язык. Он за Библию на русском языке. Он не сильно любит эти православные богослужения это длинное. Ну, приходится ему. Куда деваться? Вот. Не особенно он любит этих православных священников с этим кадилом, там, иконами, с этими мощами. Ну, знаете его отношения. Все это, все это его родимые пятна, которые он получил вот от этих людей, от тех, кого он сейчас называет сигналами. И вот этот свой опыт он усвоил. Вот этот опыт перехода оттуда в православие он усвоил. И вся его дальнейшая как бы община строится именно на том, чтобы вытащить из какого-нибудь баптизма или из какой-нибудь семьи людей в православии. Вот он, Геннадий Фаст, его супруга, супруга и отца Кима, еще там люди. Моя жена тоже из этой же семьи, разрушенной им. Была благочестивая баптистская семья, он забрался туда. Он же знает, как разговаривает с ними, понимаете? Обычный православный священник, что он будет? Про Никола Чудотворца рассказывать, а баптистам это неинтересно. Про Кадила покажет, им это вообще не нужно. А этот-то знает, как забраться к ним, в окоп. Он-то как бы опыт этот пережил и выдергивает людей, разрушал всеми, и на этом вся его община построена. Поэтому у него такое двойное православие, понимаете? Для классического православного он выглядит как сектант. Сектант в смысле не того порядка, который на себя вообще не построит. А в плане, что он не похож на стандартного православного. Мощи ему не нужны, подавай ему русский язык, Библию. Длинные службы ему особо-то тоже не нужны. К постам он так не очень относится. Ну, ему приходится, куда деваться. Он сын православия, значит, посты должен соблюдать. Хотя он их не особо-то любит. От учения Ивинатия Лапкина сейчас есть новые образования такие. Это, можно сказать, православные люди, понимаете? Которые живут по образу, ну, так называемых, всех, да? Ну, тех же баптистов, да. А по сути они православные, понимаете? Они исследуют Библию, исследуют Писание. Они приверженцы исторического исполнения таинств, то есть крещения, причастия. И как раз к таким людям я отношусь. Я хочу учить людей именно в нашем православии, понимаете? И я за, вот насколько, за три года, ну, я не знаю, несколько десятков людей, которые слушают и исправляют пути свои, я нашел свою жизнь. Я имею в виду смысл. Смысл. Система есть система. Что в православии есть система? Что во-первых, что в пятидесятнической системе есть система? Ну, раз мы находимся в системе, то и людей можно учить, как и в любой системе. Есть сейчас новое название, это одиночки такие, то есть они откалываются и живут одним Евангелем. Вот. Но мы не можем отмести никак историю православия, потому что я считаю это неотъемлемо. Потому что я много черпаю, допустим, из преданий, именно из преданий святых отцов. Вот мне харизматы, современные харизматы очень часто сильно напоминают православных. У них постоянное видение, постоянно голоса, постоянно они в какой-то взвенчанной такой, в таком каком-то религиозном состоянии находятся. Ну, это не свойственно, это любая психика не выдержит. Там они все... Человек это не только тело. Мы не рациональны, мы верующие, мы духовные люди, мы верой живем. А вера наша должна подкрепляться не только мыслями, но и чем-то сверхъестественным. Ну, чем? Ну, чем вот то, что Господь показывает. Ну, знаете... А если нас Господь не утверждает духовно, то я не знаю. Ну, есть доказательства настоящие, есть доказательства настоящие, а есть, знаете, вот, ну, из пальцев высосут там. Ох, ах! Ну, как, без пальцев? У меня было три клинические смерти записаны в журнале, и я выходил из тела что-то такое. Я 25 минут был мертвым и видел свое тело со стороны. Ну, я синим был, меня из бады утопленником вытащили, я видел тело со своей стороны. А что еще, доказательство, человек... Многие люди переживают... Многие люди переживают клиническую смерть, но христианами не становятся. Ну, вы хотите, что я не христианин? Я еще с вами плохо знаком, чтобы такой вам вердикт сказать. Но я знаю, что в православии люди, находясь в православии, они не могут получить освобождение от грехов. Вот цель Евангелия – это освободиться от греха. В этом цель православного учения, наоборот, человека делать грешником. Вот, смотрите, пришел грязный в баню, помылся, вышел какой? Чистый или грязный? Я не знаю, как он мылся. Ну, мы берем нормальную баню, он сам помылся. Если нормальный, то чистый, конечно. Чистый, да. Человек был голодный, голодный. Зашел в столовую, да, ему там первое, второе, третье. Он вышел сытый? Или я так же голодный остался? Ну, сытый, да. Вот был человек грешник, грешник. Пришел в православный храм, все сделали, вышел. Он кем? Праведником или грешником? Да, разные храмы бывают. Ну, я самый лучший беру. Есть храмы, которых учат, а в которых не учат. Я беру самый лучший. Вот храм, в котором проповедует Игнатий Ильич Лавкин. Он зашел грешником, вышел оттуда. Каким? Ну, это не имеет значения. Что такое храм, это дание. Ну, хорошо. В общину попал православный. Нет у них храма, у них просто община, как у Игнатия Ильича дома собирается. Был грешником, все, покрестили его, причастили, все. Вышел, кем он? Дальше живет. Кем он? Грешник или праведник? Да, конечно, грешник. А кто? Все. То есть был грязный, вышел грязный. Был голодный, поел, опять стал голодный. Вот она логика православных. А спасение заключается в том, что человек освободить от греха. В этом смысла Евангелия. Иначе смысла никакого нет. Все грехи, если был грешником, грешником остался. Это был грязный, ты не в баню ходил, ты зашел в какую-то мазутную мастерскую. Это не все Александры такие православные. Много сейчас православных, которые каятся и не грешатся. Это в учении, которое заложено в православии. Ты не можешь быть в православии и быть вне его учения. Православный перевоплощается. Когда он начинает исследовать Писание, он перевоплощается. Да ничего не перевоплощается. Он становится другим православным. Посмотрите на Лапкина. Что он? Вы знаете, злой какой, мстительный. Что он сменился? Православные хоть с Библией, хоть без Библии одинаковы. Потому что в основании заложено не учение апостола, а монашеская аскеза заложена. Монахи занимались только борьбой с собственным телом. Больше ничего. Они грех-то в этом видели. А грех, он не под чашечкой у нас находится, не в почках сидит. Грех вот тут. Вы поймите, что православие бывает разным. А результат везде одинаков. Он был грешником, грешником и остался. Люди не меняются в основе своей. Корень греха не исторгается. Греховная природа, которая в человеке есть, она не убивается в православии. Вот. Ну от этого мои малые стадо. Че? От этого мои малые стадо. Какое малое стадо? Не понял. Господь сказал, не бойся, будут гнать вас, убивать всячески неправильно. Два словика людей, так правильно, как всегда. Православные всю жизнь только других людей убивали. Вы че? Да это не право, это другие православные. Какие? Есть другие православные. Есть православные, которые в истине ходят. А есть православные, которые христа не знают. По названию православные. Да это одно и то же православие. Православие беззубым становится только после советской власти. Когда советская власть поменялась, как только православные от кормушки власти были отодвинуты, все они стали беззащитные. Их посадили в тюрьму, храмы разграбили и защищать некому. Все, белое движение угасло. Вообще православие из двух частей состоит. Это аскеза и связь с государством. Связь с государством это силовая составляющая. То есть если ты не согласен, ты получишь тюрьму, ссылку или что-то еще. И аскеза, то есть власть монахов. Попробуй, вякни, только что-то против. Поэтому такое единство и было. И у католиков то же самое. Это вообще одна семья. До 11 века это была одна организация. Католики с православными разделились. Вон 1154. Мы просто взяли путь, я думаю, неверный. Мы взяли со стороны войны, зашли. Мы должны посмотреть на людей, которые приносят покаяние перед Господом и не грешат. Тех людей мы должны быть уже божьими. Ну разве в православии мало таких людей было? Они все грешники. Они все грешники. У них статус грешника. Он должен грешить, понимаете? Иначе что он на исповедь-то принесет священнику? Он должен что-то рассказать ему грехи какие-то. Он его так простит. Плотские, а есть умственный грех, который посещает его в мыслях его. В этом и каются некоторые. Я вот лежу 15 лет, у меня плотских-то грехов нет. Но мысли-то иногда посещают. Вот иногда и разгрениваются, есть в чем покаяться. У человека есть эмоции, и справедливый гнев не является грехом. Как бы границы, конечно, не должны мы заходить за некие границы. Но чувство, допустим, недовольства, чувство сердитости в разумных пределах, оно не является грехом. Вот тараканы в квартире, да? И вам дают, говорят, вот средство от тараканов, но только оно убивает 90% тараканов. 90%. Вот человек потравил, 90% убил, а они 10% опять расплодились. Что делать? Он опять пойдет покупать это средство. И так бесконечно. Кому это выгодно? Человеку, который живет с тараканами, не выгодно. Тот, кто продает ему это средство, борьба от тараканов, якобы, ему выгодно. Потому что он к нему привязан. Это вот православные священники, которые якобы лечат от греха. А Иисус говорит, а я полностью освобожу от греха. Полностью. Тараканов никаких у тебя в голове не будет. Ну я уж извините, такой пример привожу. Конечно, он будет конкурент вот этим людям, которые привязали к себе. И якобы борются с грехом. С грехом они борются. Но они как-то так с грехом борются странно, что они его не убивают. Это похоже, как мафия, когда договорится с властями. И они начинают ловить кого угодно. Там мелких каких-то преступников. А главных мафиози не трогают. Ну могут там кого-нибудь посадить чуть-чуть, но выпустят. Александр, не все так просто. За последние три года, за последние пять лет, произошли в православии некоторые трансформации. Люди истинно начали познавать Господа. Понимаете, расставаться с грехами, с теми, о которых мы говорим. Которые раньше были присущи протестантизме. Понимание греха. Сегодня и православные начали понимать. Ну какие протестантизмы и грехи? Ну какие у баптистов грехи, скажите? Какие? Они что, пьяницы, алкоголики, табакуры, блудники? Да все, внутри. В голове. Откуда я знаю, короче, в голове? Ну есть там, может быть, люди случайно, но это очень маленький процент. Да мы даже процент тебя по не можем вывести, потому что мы еще не знаем маленьких. Ну я был среди баптистов, я был членом, я знаю. Я знаю, я был. Я не знаю. Это видимость. А мы не знаем, что у них в семьях происходит один на один, с кем не происходит. Мы ничего не знаем. Да знаю я. Прекрасные семьи. Знаю. Ну так можно тогда про всех сказать, мы ничего не знаем. Мы не можем утверждать, сказать мы можем, а утверждать нет. Только Господь с ним. Я знаю, что в православных семьях творится. Вот тут я точно тоже знаю. Бо. Боритцы, вообще видеть такой беспредел, который Господь с землю сlsажет. Сергей, понимаете, православие, оно такое обаятельное учение, очень, само обольщение, удивительное обучение придумали. Католики не давали библию читать. Почему русский синодальный перевод появился только благодаря, потому что вот такие люди, как Пашков, стали распространять евангелие на русском языке? Почему они раньше-то не издавали? Почему выгодно было людей во тьме держать? Почему вот эти службы на славянском языке по сей день остались? Люди ничего не понимают. Я вот вечером, там несколько дней назад, вечером смотрю телевизор, смотрю, иногда включаю каналы с Пастом, Союз и жена рядом. И вот служба идет, служба идет, ничего не понятно. Я был в православии 10 лет, я немножко знаком со славянским языком, ничего не понимаю. А жена говорит, это, говорит, Покровский собор, что ли? А, Покровский собор у нас тут в Барнулии. Я говорю, какой Покровский собор? Вон, Патриарх Кирилл, ты что? Служба откуда-то там из Москвы. Ничего не понятно. Вот они 20 минут, они гуньяк, гуньяк, гуньяк в нос. Потом слышу знакомые слова. Аллилуйя. Первое слово, которое я услышал, понятно. Аллилуйя. Вот пришел человек в этот храм. Вот он язычником пришел, он язычником уйдет. Аллилуйя. А потом, они ходят в парчевых синих одеждах. Тут охрана. Туда пошли с кадилом. Потом обратно пошли. Такое смешно, как будто заблудились. В одну сторону. Тут алтарь. Потом, Господу помолимся. Вот я ей говорю. А у меня супруга, это член общины Лапкина. Я ей говорю. Вот скажи, какому они Господу молятся? Ведь Ваал, Ваал, с кем боролись древние израильские пророки, Ваал переводится Господин, Господь. Господь, помолимся. Я говорю, вот Иисус еще вот эту вот, такую церковь придумал? Вот такую он придумал церковь? Или он какую-то другую планировал? А если это не Иисус, что это за господин, которому они молятся, Который вот эту вот систему создал тысячелетиями она? Попробуй в средние века пикните, голову снесу сразу с плеч. Почему инквизиция-то бушевала в католичестве? Мы привыкли католиков обличать. Потому что Евангелие на территорию России проникло. Вот конец 19 века. Вот Пашков. Вот Пашков. Так же гонения сразу ссылали, отбирали детей. Вы думали, ювенальную юстицию либералы придумали? Этим занимались православные с католиками. Отбирали детей у сектантов. А родители ссылали в Герусы, на Кавказ. Это все православная Россия при Николае Втором. Оно всегда было агрессивно. Как связались с государством, появился в руках меч. Можно было конкурентов упечь в тюрьму, сослать или даже убить. Настоящие христиане никогда не могли связаться с государством. Потому что есть отдельное государство, это церковь. И она конкурент всем языческим государствам. Царство Христа. По-другому церковь. Царство Божие. Царство Небесное. Вот про кого написано писание. Не помню, попробую процитировать. И будете убивать вас, и тем самым будут думать, что служит Господу. Про кого это написано? Вот сегодня времена рождаются... Про кого это написано? На них все сбылось. На них все сбылось с католиками. Они вот как раз рождаются те православные, вот допустим, мы, я могу себе назвать православные, и вот есть у нас много братьев таких, на которых сейчас уже идут гонения. А когда только от патриархии на нас скажут фас, нас они заградут, наши братья православные. Потому что мы идем за крестом, за истиной, и обличаем нынешний православие во всех его проявлений. Вы хотите изменить православие. Это то же самое, что, знаете, старухе губы подкрасит, но молодой она никогда не станет. Она мертвая, эта мертвая бабка лежит в гробу, и никак ее не оживишь. Вот эти хороводы, которые вы водите в Крыпьевне, не оживят ее. Систему не переделаешь. Все, ей на острове Патмос еще Иоанн приговор уже вынес. А Ленин с Туроцким исполнили в 17-м году. А сейчас они ожили. А это не совсем, а это времена предантии Христовой, когда именно из церкви будут люди, которые уже не священники будут проповедовать истину, а вот люди, которые будут просвещаемы самим Господом. Скажите, вот что Лапкин проповедует? Но чем его учение отличается, по большому счету, от соседнего храма, который его ненавидит, а он его не любит? По большому счету, это одна команда. От Лапкина люди легко переходят в Московскую Патриархию, легко. Я знаю людей, которые служат сейчас священниками в МП. Это бывшие его общинники. Я знаю людей, которые вышли замуж за семинаристов в других городах. И они общаются прекрасно. Это одна команда. Вы что понять-то не можете? Это знаете, как вот хоккеисты. Знаете, что игра такая, хоккейист? Я играл. Сигей. А, ну отлично. Вот смотришь на хоккеистов. Они гол забьют, обнимаются. Но иногда дерутся с другой командой. И вот играл игрок в этой команде. С одними обнимался, с другими дрался. На следующий сезон его пригласили в ту команду. И теперь он с этими обнимается, с кем он раньше дрался, когда гол забьет. А с теми дерется. То есть команды разные. А чемпионат-то один. Так и православные. Оно разное православие, да. Есть православие Игнатия Тихонича, Лапкина. Оно вот такое. Есть классическое православие. Есть там Кочетковцы. Есть там... Это как бы такое разнообразие. А это разнотравие, скажем так. А это один лук. Это одна команда. В основе лежит одно ложное учение. О непрерывности вот этого рукоположения, вот это таинство причастия, что им есть надо. Всю кровь в Христу выпили с капликами. А толку никакого нет. Народ никак лучше не становится. Никак он моральной жизнью не живет. Постоянно убивали. Постоянно конкурентов казнили. В тюрьмы ссылали. А государство за это им блага давало. Храмы строили. Откуда такие деньги-то? Избранных слишком мало. Я вот со свидетелями Игова недавно говорил. Ну и с протестантами тоже говорил. Вот свидетели Игова, да, кичатся. Вот мы, смотрите, собираем миллионные стадионы там вот. А наши организации там растут. Я говорю, а чем вы радуетесь? Христос говорил, что вы малые стады, что рост, наоборот, мы год одну должны, церковь должна умоляться. Разве это критерий роста сегодняшней организации какой-то? Чем больше, тем, значит, неправильный путь. Ну, про количество я не знаю, в каком процентном соотношении там игористы к населению Земли. Я не занимался этой статистикой. Но то, что православие всегда было массовой религией. Вот кому эти храмы для кого не построены? Для маленькой общины, что ли? Для маленькой общины. Никто не потянет эти колоссы. Я был в Питере в этом Исаакиевский собор. Да там чемпионат мира по футболу можно проводить. Зачем эту зенит-арену строить? Я там, вот я зашел, это какой-то... Ну, вот... Это только государственная религия может быть с такими храмами. Только государственная религия. Когда туда зайдет две дивизии там, гренадеров там, они там отстоят службу там. Маленькая община, но она не потянет там ни аренду, ничего, не заплатят за это. Откуда община народ разобщили? Народ в муравейниках поселили? Соседи не знают друг другу, как зовут, какие общины, где их где-то община? Да почему? Кстати, вот про храмы. Храм, храм. Первые христиане, первые христиане собирались по домам. Никаких храмов не строили 300 лет. До императора Константина никаких храмов, отдельных домов молитв не было у христиан. Все началось с императора Константина, когда он выгнал язычников из храмов и дал денег на строительство новых христианских якобы базилик. Они такие же делали базилики, какие были языческие храмы. Вот, кстати, Парфенон, вот этот греческий, это же бывший древнеязыческий храм. Вход был с одной стороны. Потом он стал христианским храмом. Вход с другой стороны сделали, все там замазали эти скульптуры. И в деяниях апостолов мы видим, что христиане уже собирались по домам. Вот эти письма Павла, которые мы имеем, вот эти Коринфянам, Галатам, все вот эти 14 посланий написаны именно домашним церквям. То есть люди собирались, христиане, дома, в частных домах у кого-то, ну, у кого место позволяло. Беседы были такие интересные, что уходили за полночь, и такие подростки, как, помните, там мальчишка упал-то со второго этажа, там уснул этот, как его звали-то, ифтих. Уснул, потому что дядьки взрослые разговаривали, там он подросток уже поплыл и уснул, упал. То есть так интересно было. Беседовали, пели, молились, там же вечерю совершали. Вот это были христианские общения, это были церкви, никаких зданий у них не было, никакого театра нет. Какая одежда? Вы посмотрите на современных епископов. Вы что, наследники апостолов? Что, апостолы так одевались? Да посмотрите, парча золотая, какая шапка у него. Шапка символизирует венец Терновой Христа. Большего издевательства я в жизни могу, трудно представить. А поговорите с этим епископом. Он не бум-бум в Евангелии совершенно. Он заочные слова, вот они, Серафим Саровский, вот Сергей Радонежский, какую-нибудь цитату из какого-нибудь там Игнатия Бринчанина его приведет. Он не сошлется ни на строчки Писания, ни на что. Я помню, был православный молодой, вот, как-то я беседовал с одним священником, там у нас рядом город есть, на Балтайске. Я с ним беседую и привожу цитаты Писания. Он мне говорит, ты что, баптист что ли? Ты что, баптист что ли? То есть разговор с помощью Писания бесполезен с ними. Потому что кандаки, икосы, тропари, словословия вот эти бесконечные, эти нудные, абсолютно никому не нужные, абсолютно безрезультативные, ничего они не дают. Вот это у них в голове. Православие бесплодно. Бесплодно, Сергей, бесплодно. Как? Сейчас, если историческим проследим, да, вот, в православии, ну, отцов церкви, вот, то все они были гонимы. Вот если исторически посмотреть, ну, от 4 века, да, от Златоуста, там, и дальше, дальше, с Иеракима Саровского, все люди, которые, именно руководствовались Словом Божьим, они были гонимы, но они находились внутри, в ословии. Это Златоуст был гонимый? А вы знаете его выражение «осветить руку-то»? Ну, этим нельзя его, как бы... Что-то вы как-то заулыбались так скромно. Да они потенциальные гонители были. Если с кафедры епископ говорит «по морде ударь, там, какого-нибудь еретика на базаре, который что-то не так будет говорить». Да, они в связке с государством были, все, это тюрьмы для конкурентов. Вы что, как относились... А что вы, о баптистах, не знаете, как баптисты во время войны Великой Отечественной, воевали? Да, конечно, Гитлер не позиционировал себя никогда как христианин. Не позиционировал себя как христианин. Ну, нам просто... Мы найдем, как и там, и там, и с другой стороны, абсолютно. Я понимаю. Сергей, вот Хилари, вот Хилари, дочь баптиста, Хилари, сейчас он президентом может стать. Ей показывают на видео, как Кадав выбивает, она говорит «Вау!» И переводит, как бы, перефразирует фразу Цезаря «Пришли, увидели, а он уже умер». Дочь баптиста, Хилари. Ну, понятно, что она никакая не христианка. Понятно, что есть такой ложный протестантизм. Я сам его терпеть не могу. Мне отвратительны они, вот эти вот такие люди, а у них языки там подвешенные. Но, по крайней мере, среди протестантов можно найти здравых людей, здравые учения. Среди православных никого не найдешь. Никого не найдешь, потому что база – монашество. Монашеская база. Все разговоры сводятся к рукоположению, к причастию. Все. Все. Все разговоры к этому сводятся. Если ты не такой, все ты сектант. Все священники православные – это вставленники монахов. Все епископы – монахи. Монахи точно так же разрушали семью, как сегодня ЛГБТ-сообщество разрушает семью. Это просто два разных полюса, как сказать, северный и южный. И направлен против семьи. Аскетизм – вот это главный, а знает главных бед православия. Две беды – аскеза и связь с государством. Связь с государством – это значит конкурентам тюрьмы, это значит несловесные убеждения, деньги, преференции. Какая беда в аскетизме, что-то бьет? В чем? В аскетизме? Институт семьи убивает. Аскеза не свойственно было израильскому народу. Они не знали, что такое аскетизм. А зачем это возборить в институте? Это лично нам каждому пускасу. Ничего. А вы что? Вот вы пишете иконы. Вот вы пишете иконы, да? Зайдите в любую цену. Ну, хорошо, зайдите в любой православный храм. Кто там изображен на иконах в основном? 99% это монахи. Это подвижники какие-нибудь, аскеты. Это доска почета, это пример. Подражай. 80%, 75% где-то это мученики, это креста. Это больше половины. Ну, я бы как-то написал. Серафим Саровский мученик? Нет, в блещенство. Я говорю вообще. Вырецкий мученик. Большая часть. Парфа мученик? Это московская. Ян Кронштадтский тоже мученик? Да, вы просто мало знаете. Среди этих нескольких тысяч. Ну, всех в храме не изобразить. В основном изображаются монахи. Ну, для какого? Для лубочного православия. Вы не понимаете. Это пропаганда образа жизни. Все, потому что все... Я имею в виду Серафим Саровский, Матрону Московской, Ксения Петербургской. Это все, конечно, в образе сегодняшнего православия. Это так, да. Да, оно всегда такое было. Переверните сто лет назад, вы других таких же людей найдете. Еще переверните. Да, мы строим другое православие. Семен Столпник, Василий Великий, Златоуст рассказывается, как у нее тонкая шея была там. Василий Великий, это что, не аскеза? Григорий Богослов. Я ничего плохого в аскезе не вижу, потому что сам нахожусь в мире. Потому что не понимаете опасность этого учения, поэтому и находитесь. Да, мы имеем опасность еще. Вы-то думаете, что аскезу апостолы придумали, а аскезу придумали не апостолы. Я от Христа учусь, который ходил, не знал, где головы преклонить, на что будет есть сегодня. Я от Него... Господь сказал, ну, учитесь, глядя на меня, будь я понял, глядя на Него и на Чувствия. Но может у постника быть кличкой, человек, который любит есть и пить вино, есть мясо и пить вино. Может быть у постника кличка такая? Ведь прозвища просто так не дают, это прозвище Христа. Человек, который любит есть и пить, есть мясо и пить вино. Его приглашали люди в гости, он приходил. Они, естественно, на стол накладывали самое лучшее. Христос все кушал, аскезой никакой не занимался, беседовал с ними, исцеляли либо душевные недуги, либо телесные. Все. Ему дали прозвище конкуренты. Человек, который любит есть и пить. Да, Иисус спастился 40 дней всего только один раз. Надо разобраться, для чего Он это сделал. Мы знаем, что Он ходил и не имел двух одежек, и не стал у них головы преклонить. Двух одежек не имеет. Небогатый человек. Нищий человек. И бомж. Ну, Иисус бомбал. Понимаете, когда... Если Он не имел ни вида, ни величия, и не знал, где преклонить головы, разве Он не бомж бомб? Виды и величия кто не имеет? Нищий, ущербный. Да ни вида, ни величия имеет обычный человек. Вот я. Вот смотрите, поставьте меня проповедником. Я стою в джинсах и в свитере, и Библии в руках. И рядом стоит патриарх Кирилл. В парче, в шапке с крестом, посох бриллиантовый, охрана. Как вы думаете, где толпа соберется? А где будет ни вида, ни величия? Около меня. В чем здесь одежда-то? В чем здесь две одежды? Иисус просто вел скромный образ жизни. Виды и величия раньше нет. Вот мы возьмем даже... Иудейский народ предпочтение отдавалось как бы... Ну как сегодня возьмем мусульманский мир, да? Там стремятся все к какому-то вот такому видимому благочестию. Христос же пришел именно показать обратное. Вот поэтому он и показывал себя с другой стороны. Поэтому, глядя на него, видели кто это, что это такое. А когда слушали, что он начинал говорить, все поражались его речам. Видели одного, а услышали совершенно другого. Вот этим он поражал людей. Ну какую аскезу он проповедовал? Никакой проповедовал не проповедовал, он своим видом показывал. А какой у него вид? Обычная одежда у него там в сандалиях ходил. Ну а там жарко в Израиле. Ну одежда у него была. А как у него три одежды? Он там вспотеет весь. Что особенно? У него обычная одежда была? Обычная, но он дома лично не имел. Он не знал, к нему, к нему, к нему, к нему. Он ходил и ходил как в стране. Так это с ума миссионера. А аскеза и миссионерство же не одно и то же. Аскеза это... Да она подразумевает. Он приходил и ждал, что его покормят. Она подразумевает аскезу именно это. Нет. Аскеза, вот вы странные люди. Не перестаю удивляться православным. Конечно. Мы не от мира сего. Да, 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 да. Не от мира сего. Как раз от мира сего. Вот послушайте. Аскеза, аскеза. Вот монах, какие характери... Что его характеризует? Монах может быть женатым? Не сегодня может. Нет. Монах это как минимум не семейный человек. Они женятся друг на друге сегодня. Это тайком. Тайные грехи там понятны. Я говорю про пропаганду, про официальное учение. Вы, Сергей, ничего не слышите? Пропаганду, конечно, нет. Монах это как минимум не семейный человек. Мясо может монах есть? Нет. Нет. Все. То есть ограничение в семье и ограничение в пище. Все. Вот. Вот две составляющих аскетизма. Ни семьи, ни нормальной пищи. В институте это обозводить никак нельзя, конечно. Это и есть институт монашества. Это и есть института. Они возвели это, да, это неправильно. Это миф, что какое-то православие может быть другим. Никогда оно другим не было. И вот какое оно есть, такое оно и есть. Не надо выдумывать. Не надо жить в иллюзорном каком-то мере. Не надо фантазировать. Вот оно, это и есть православие. Все будут праздничным Богом, слышите. Но только как-то мы с Евангелем там сверить, наверное. Ну вот, по телевизору часто крутят афонских старцев. Ну я вот частенько смотрю эти передачи. Ну что там такого-то? Тот же афон весь промасоненный, там нет никаких старцев. А в России одна только Святая Русь осталась. Мы ждем Христа ведущего. И призываем людей к покаянию. Покаяние это перемена ума. То есть был грешник, стал праведником. Никто в православии праведником не становится. Никто не освобождается от греха. Потому что в учении... Вы так говорите, вы не знаете, где говорите. У нас есть целое общение и целое. Минус собрание людей, которые изменяются полностью в корне. Вот ты его спроси, ты грешник какой-нибудь скажет, да? Нет, почему мы себя святыми называем? Да ну конечно. У вас сразу православный поп отлучит, если только вякнешь про святость. Все молитвы православные, Господи помилую. Вы читали молитвы к причастию? Ну почему нет? Я только раз читаю. И как там? Яко свинья лежит в колу, так аз греху служу. Читаете? Да это яко свинья лежит в колу, так аз греху служу. Да какой ты христианин? Ты свинья просто в кале измазанная. Какой ты христианин-то? На тебя должны быть белые одежды. Ты должны хранить эти белые одежды-то. А как христианин? Что он не грешник? Да, святые написано, да, свящается еще. Святой. То есть освобожденный от греха. А руславный ничуть не освобожденный от греха. Поэтому они-то и причащаются в оставлении грехов и в жизнь вечную. В оставлении грехов. Он приходит грешникам к чаше, подходит грешникам. Через неделю он опять грешник. В оставлении грехов. Он в грехах постоянно, он облеплен бесами. Они ищут себе в грехе. Чем больше он грехов себе найдет, тем лучше. Тем святее. Вы что, православную литературу не читали, что ли? Там наоборот, чем ты больше измажешься, ну как бы грехом, тем лучше. Лома, одесса. Нашел себе еще один грех. О, еще одну вшу нашел. Я сейчас приведу пример. Я вот даже расскажу в последний раз, о чем я исповедовался. Я вот работаю, у меня канал есть, да, и приходится общаться с людьми много. Вот, и я как бы привознесся там где-то на человек, понимаете, я почувствовал это. Кому-то грубо сказал, так что человек мне... Я, может быть, не грубо сказал, а человек меня понял превратно. Вот, я чувствую, что уже я как бы нанес ему какую-то потерю духовную. Вот, я это приношу Господу и прошу Господу на это меня простить. Ну, опять же, это хорошо. Для этого нужно священник, чтобы лично пообщаться со Христом? Ну, у нас так принято. Опять, нет, мне не нравится этот ответ. Это не ответ взрослого человека. Что это так принято? Вы дайте мне ответ на основании Евангелия. Ну, потому что вот... Чего потому что? Кровью его мы очищаемся. Кровью Господню. Кто не будет есть, не пить кровью и плотит, не увидит царь священник. Я именно в это верю, что кровь подается именно через священство. Это, знаете, Сергей, отдельная большая тема. Как бы я не хочу ее касаться. Да, и большая. Я многое знаю о баптистах. Я рос с баптистами, понимаете. Я знаю, что это абсолютно культурные, благочестивые люди. Это очень добрые и хорошие люди. Я верю, что они спасутся. Но я православный. Мне больше нравится православие. По духу я чувствую, что это близко мне. Все познается по результату. Результата нет. Как грехи жили, так грехи и живут. Результат на суде Господь уменьшит потом. Да, сейчас уже видно. Уже сейчас видно. Дохлого цыпленка, как это весной видать. Нечего осени дожидаться. У человека должна личная связь со Христом быть. Человек должен пережить опыт освобождения от греха, который дал ему лично Иисус. Лично. Вот с этого начинается личное отношение со Христом. Священник стоит между ними. Ты не можешь. А, здесь только свидетель. Зачем ты мне нужен свидетель-то? Между мужем и мужиной. Какой свидетель-то? Они вон пошли в брачную ночь. Зачем ты нужен-то? Нужен ты? Третье лишнее. Так и здесь. Между Христом и человеком должна быть духовная, я как бы в кавычки беру, интимная связь. Понимаете? Третье лишнее. Никто не нужен. Тогда Бог ведь, смотрите, в ветхом завете сравнивает себя с мужем, а церковь, ну, в Израиле, с женщиной. Смотрите, какие сравнения. Он муж, она женщина. Женщина либо верна, либо неверна. Если верна, значит церковь неверная, значит лжецерковь. Вот почему, кстати, в апокалипсисе две женщины фигурируют. Одна плохая, другая хорошая. Одна на государственных зверя уселась, вот этого красного, с головами. Это блудница, вот эта лжецерковь. А другая церковь верная. Эти сравнения-то из пророков все идут. Потом отношение Бога и человека. Это отец и сын. Отец и сын, ну, или дочь. Какой посредник между отцом и сыном нужен? К зачем он нужен-то? Представь Богородицу позвачителю, спаси нас. Отец и сын, все, Бог и человек. Вот, а священник, он выполняет роль посредника. Все, человек в него втыкается. Его руки тут что-то якобы там делают. Все, никакой связи личной со Христом не будет. Как только человек разочаруется в этом священнике, все, он рухнет. В мир уйдет или в язычество, или в блуд, потому что связи с личной со Христом не было. Вот, кстати, что и со мной произошло. Как только я разочарался в этих лапкинах, все рухнуло для меня. Про аскезу вам на прощание скажу так. Это не учение апостолов, это учение Платона, философа Платона. Они... Я знаю Платона и его учения. Но я, по крайней мере, пришел к аскезе, когда я ничего вообще не знал. Как Господь сказал, я еще вот одно чудо, нельзя примите, не примите. Я вообще ко Кресту пришел через свидетель Его, у меня был. Ну, когда травма произошла со мной, вот, и я лег, да, и рядом со мной, в районе, в котором мы жили, напротив, жил свидетель Его. Ну, вот, он через год после травмы стал захоронить камни и начал предлагать ненавязчиво, так вот, давай, что, будем Евангелие и Библию изучать. Вот, а я думаю, а почему бы и нет? Ну, и как бы, я был знаком с Шуткой Троицей, Шуткой Господь, вот, в принципе, немного я знал и Библию, и все. И, как бы, начав с ним изучение Библии, какое-то, не знаю, несколько занятий прошло, и у нас, как бы, такое разделение произошло. Вот, вот, а дальше я шел, у меня еще тогда компьютер не было, и руки тогда еще вообще не работали. Вот, сейчас хоть лаптях немного работают. А тогда я просто лежал, я, это, ну, появилась вот такая нужда просто в слове, вот, и купили компьютер, в общем, купили сканер. Вот, и я просил Машку, я, в этом, я сканировал по одной странице, я начал спеть Празовито, в общем, читать Библию, вот, страница за страницей, и, естественно, у меня жажда толкования начала появляться. И я стал просто, ну, такие вопросы возникали, просто я не знал, буду одеваться, руководство спрашивают, ни священник, ни было рядом, ни верующих людей. Вот, и я ложился и мучился этими вопросами, вот, ну, и засыпался вопросом. И потом, я не знаю, сколько это продолжалось, но около месяца, может быть, а я засыпался вопросом, и, наверное, часа в два, а, может быть, в три ночи, мне как-то что-то будило, и мне приходил ответ на этот вопрос. То есть, меня начал учить сам Господь, сам Дух Святой. Я, конечно же, если бы у меня была рука рабочая, или хотя бы диктофон какой, я бы записывал полноту, потому что, когда я получал учение, вот, я знал эту полноту. Ну, я когда засыпал и просыпался утром, оставался в остатке, вот, какое-то поверхностное такое понимание, да, допустим, определенного стиха или главы какой-то, вот. А и когда я уже в дальнейшем стал углубляться в православие, вот, в учение церкви, я стал понимать, что я это все знаю. Меня научал сам Господь. Вот такое чудо тут было. Кстати, можно сказать, вот я, вот у вас называется сайт, или как, парализован во славу Христа. Вот христианин не может такие слова сказать. Правильнее было бы сказать, парализованное тело, но жив дух. Около Христа никаких парализованных не было. А вот это чисто по-монашески, парализован во славу Христа. Ну, что здесь во славу Христа парализован? Я сейчас объясню. Вспомните, когда он исцелил слепорожденного, да, того спросили, кто совершил мать или отец, а он сказал это для того, чтобы они им совершили дела Божие. Я все-таки имею такое тоже откровение от Господа, что я встану и буду исцелен во славу Христа. А пока я погляду, поглядован его славу. Так-то вы тогда и напишите, исцелен во славу Христа. А что вы... У вас в заголовке пессимизм. В этом названии нет. Это люди, многие проникают с этим. Я вижу, что люди именно благодаря этому названию доходят, посещают, интересуются. А в этом названии немного завуалировано. Допустим, парализованное тело, но не парализован дух. Вот это во славу Христа. Это название мне дал сам Господь, и я следую этому. Сергей, я еще заметил, у вас написано, страдающий плоти перестает грешить. Типа, вот я парализован, значит, я перестал грешить. Ничего подобного. В первом послании Петра, я вот специально для вас даже я проштудировал его, речь идет о страдании. Вот был человек-язычник, стал христианином. Его за то, что он стал христианином, шпыняют, гнобят. Вот, и он готов терпеть эти страдания, готов эти терпеть страдания. То есть они стали его убеждениями. Вот это верный признак, что он освободился от греха, перестал грешить. Кстати, даже вот в этой фразе перестал грешить опять. А православный никак грешить не перестает. А этот перестал грешить. То есть не страдания делают человека безгрешным-то, а он сначала освободился от греха, потом его клюют, там гнобят язычники окружающие. Несмотря на это, он держится своих убеждений вот этих. А я двух зайцев убил. Я и духовным плоти страдаю, и физической плоти. Я аж двух зайцев подстрелил. Меня и так гнобят. Вы не представляете, какие на меня нападки идут в интернете. У меня много сайтов, соцсетей. Меня нападают со всех сторон. За мою проповедь, за моё вот это делание. Я и телесно страдаю и духовно. Нет, ну понятно. Нет, ну вы же пострадали, то вас не гнали какие-нибудь, как христианина. Я прочитал, вы нырнули в воду, да, голову ударились? Ну да. Другое дело, что вы как бы не раскисли. Это ваш характер, вот кстати, такой ерепенистый. Это вас вывел молодец. Жить будете. А воскресенье во второе пришествие Христос нам новые тела даст. У всех есть недостатки, у меня есть недостатки. И у нас есть недостатки. Я на это уповаю. Да, но чтобы получить воскресенье тела, нужно получить сначала воскресенье духа. И полностью освободиться от греха. Полностью. Тогда будет полное исцеление тела. А другого Бог не даёт. Либо полное исцеление, либо оставайся. Всё, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok